Вот продолжая вопрос коррупции, не могу не спросить, недавно вышел фильм Алексея Навального, он там не Димон, просто да или нет, вы видели этот фильм? Видел. Видели? Вот на ваш взгляд, если бы этот фильм вышел в Америке или во Франции, вот у нас прокатилась волна после этого выхода этого фильма, митингов, да, ну, в нашем городе в том числе он проходил, вот как вы думаете, в Америке или во Франции, например, если бы такой фильм вышел, означало ли это бы конец политический для человека? Ну, во-первых, я хотел бы высказать свое отношение к этому фильму, он очень плохо сделан, профессионально он не годится вообще никуда, я удивлен даже, что Навальный не нашел приличного режиссера, специалиста по монтажу, по свету, который бы сделал это по-другому, это очень скучно на самом деле, и сделано неинтересно крайне, и причем такой навалой информации, что запомнить что-нибудь чрезвычайно трудно. Фильм неудачный, как фильм, я говорю профессионально. Теперь, господин Навальный собирается баллотироваться в президенты в 2018 году. Он является, как бы вам сказать, движущей силой этого фильма. Значит, если вот такой человек, будучи во Франции, в Америке, в Германии и так далее, то есть политик, который стремится к власти, выпустил бы такой фильм, возникло бы сразу несколько вопросов. Это что, пиар? Он себе набирает очки? Это может быть. Это правда? Или это неправда? Или это полуправда? То есть этим бы занялись, конечно, этим бы занялись. Само появление фильма однозначно бы ничего не значило, что, мол, сразу премьер-министр уходит в отставку. Хотя, если это все так, то премьер-министр ушел бы в отставку. Или бы некоторое время сопротивлялся. Хотя, посмотрите, что происходит во Франции. Фион, который шел на первом месте, и все прочили его в президенты Франции, когда выяснилось, что он платил деньги своей жене и детям за работу, которую они не делали, не такие большие деньги, ну, там где-то 300 тысяч евро за несколько лет, и это доказали, он все-таки не ушел в отставку. Он более того сказал, если будут мной заниматься фискальные органы, тогда я уйду в отставку. Фискальные органы начали им заниматься, он в отставку не нашел. Он по-прежнему будет баллотироваться президентой. Поэтому я понимаю смысл вашего вопроса, но все не так очевидно и все не так просто. Другое дело, что я не очень понимаю, почему не стали это расследовать у нас. Если это все ложь, если это можно доказать, или это притянуто за уши, когда Навальному конец, как политическому деятелю, ну, что ж такое, слепил, а оказывается неправда, так займитесь этим. Если правда, тогда надо всерьез подумать о том, а как с премьер-министром быть. А вот этот вот отказ расследовать принят, который был принят в Государственной Думе, несмотря на запрос КПРФ, на мой взгляд, только играет на руку тому же Навальному, который говорит, ну вот видите, они боятся, значит я правду говорю. И хоть он получил 15 суток, да, за участие и за организацию несанкционируемого митинга, для меня нет сомнений, что он понимал, что это произойдет. Их был бы очень огорчен, если бы не попал на 15 суток. Так он получается такой герой-борец. Тут надо всегда смотреть с двух сторон, да. Я небольшой поклонник Навального, но это ни при чем. Понимаю, ладно, закроем, я думаю, эту тему.